Друзья, всем привет! Сегодня 27 декабря, время 16 часов 30 минут, и меня наконец-то можно поздравить. Мой рабочий день в этом году подошел к концу, я заканчиваю, отправляюсь домой к друзьям, к родителям отмечать. Блондин исполнил шутку за 300. Друзья, всем привет! Пятница, 28 декабря, время 14.00, и я уже дома. Этот видеоролик мы будем считать предновогодним, подведем кратенько итоги за этот год, построим легкие планы на следующий год и пообщаемся с вами по душам. Все, у кого есть время, присаживайтесь поудобнее, и мы прямо сейчас начнем. Погнали! И вопрос номер один. Какого хрена ты дома, если на канале нет турбовой Mazda 6 тест-драйва? Парни, я вам объясняю. Вот смотри, какая ситуация произошла. Дилеру привезли машину, но дилер не может ее никак поставить на учет. До сих пор не могу получить от него смс, что все, приезжай, бери машину на тест. Более того, последнюю неделю даже больше шел снег по Москве, и такая каша на дороге. Ну, посмотрите сами. Каша просто дикая на дороге, вот вы посмотрите. Ну, какой тут зацеп. Вот я передвигаюсь на машине, еле-еле так аккуратненько, не спеша еду, чтобы никуда не вляпаться. Пробки 7-9 баллов днем. Вечером так и вовсе там все стоит. Поэтому сейчас тестировать ее вообще не вариант. То есть не разогнаться, ничего. Тупо, знаешь, кататься вон, толкаться. Выехать куда-то за город. Ситуация будет та же самая. Дороги небезопасно, не разогнаться, не протестируй толком. Ни в коем случае не хочу такую машину снимать на отстань. Да и вообще машины на отстань мы не снимаем. Вот я понимаю прекрасно, что сейчас пройдут праздники числа 2-го, 3-го, когда все будут спать, отдыхать. Мы сможем приехать по свободной Москве, без пробочек покататься. Выехать куда-нибудь на М4. В общем, проверить машину. Ну, хочется потестировать, хочется 0-100 разогнаться. Хочется чуть побольше разогнаться. Посмотреть, что же она из себя представляет, эта турбовая Мазда 6. Сейчас, если делать тест, ну, вы зайдите, пожалуйста, посмотрите сами. Это будет ерунда. А мы с вами должны делать только качественно, стараюсь для вас. Поэтому на праздничках числа 3-го всех жду, обязательно заснимем ее первыми. Друзья, вот и пришли холода, да и зиму обещают суровую. Поэтому, как минимум, себя и своих близких нужно защищать от вирусов и простуд. И поэтому я вам хочу представить мед Бифани из Египта с добавлением натуральных фруктов. Почему из Египта? В Египте, друзья, входит в топ-10 стран по производству меда. Если вы занимаетесь спортом, то этот мед вам незаменим как до тренировки, так во время тренировки и после тренировки. Попробуйте использовать его вместо предтрена. Все натурально и действительно тонизирует и бодрит вас. Многие из нас автомобилисты много времени проводят за рулем. Его использовать можно от сонливости. Друзья, не нужно слушать никого. Достаточно заказать хотя бы одну упаковочку, попить чайку с медиком одну недельку, и вы сами почувствуете результат. Да и в рабочее время треснуть чайку с медиком, милое дело, это вам не поганый кофе растворимый, которому место в одном месте. Все подается в удобных упаковках. Всем мамашам и папашам, у которых есть дети, которых нужно кормить кашей, вот это для вас чудо. Заходит каша с медом на ура. И самое главное, при этом дети укрепляют свой иммунитет. Никаких аллергенов здесь нет. Мед с орешками это отдельная бомба. Ну и конечно, есть мед на основе корня красного женьшеня. Для чего это нужно? Это мед для мужчин. Я думаю, объяснять здесь ничего не нужно. Друзья, заказывая любой комплект, один тюбик вы получаете в подарок. Это действительно полезная реклама, за которую не стыдно. Если вдруг вы не определились с подарком на Новый год или ближайшие праздники, не ломайте голову. Вот вам, пожалуйста, все ссылки в описании. Заказывайте подарки, которые порадуют ваших друзей, близких и родных. Все самое вкусное и натуральное только для лучших. Как вы знаете, я временно являюсь Toyota Дрочером. В течение часа сюда приедет наш второй семейный автомобиль Nissan Murano, на котором передвигается сейчас мой отец. Я хочу снять интересный сюжетик, как мне кажется. На этих праздниках мы загоним его на подъемник. Автомобилю этим летом исполнится 6 лет. Вот 6 лет мы им владеем. Пробег сейчас 165 тысяч километров плюс. Я вам покажу, в каком он состоянии. И самое главное, расскажу, сколько денег мы в него вложили. Вот все те, кто смотрят на вторичку, кто думает, что купить вак, корейцев, японцев, парни. Вот для вас этот сюжет действительно будет интересным. Потому что я вас так удивлю. Я думаю, вам понравится. Но там опять же, знаете, сюжетик будет такой с подковырочкой. И на основании него можно будет составить общее представление о том, что такое японцы и что такое японцы новые с пробегом. Ведь многие знают поговорочку. Купил Nissan, люби его сам. Тем не менее, будет интересно. Пойдемте дальше. Последняя тема на канале, касающаяся скидок на автомобили до 1 миллиона рублей. Вот интересная ситуация получается. Пишу, говорю, парни, предлагайте автомобили до миллиона. И там понеслось. За полтора, за два, за два с половиной. Суть одна. Снимем все. И до миллиона, и от миллиона до двух. От двух до трех и так далее. Смотрите. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-каналы, если вы им пользуетесь. После второго января я туда публикую топ-5 автомобилей, за которые больше всего проголосовало. И на праздничках мы поедем. Но согласитесь, сейчас не совсем актуально. 28 число. День-два. Сейчас ситуация изменится. Уже будет следующий год. А вот на январь как раз-таки посмотреть, какие будут предложения. Все будет интересно посмотреть и показать вам. Самое главное полезно. Наверняка кто-то думает и до сих пор надеет, что в январе он урвет по хорошей цене. Я уже за травочку легкую знаю, какие будут предложения после 10 января на автомобиле. Поэтому обязательно все с ним покажем вам, чтобы вы экономили в первую очередь ваши денежки. Знаете одно, что очень приятно получать сообщение, когда вы говорите, посмотрел ролик, пришел, торганулся, сэкономил. Очень рад. Посмотрел ролик, пришел, хотели обмануть в кредит. Просто дал им под жопу и никто меня не обманул. Поэтому, друзья, я стараюсь для вас, а вы смотрите, ставите лайки, комментируете. И за это вам огромное спасибо. Кто регулярно смотрит каналы подобного рода ролики, знает, что мы сейчас находимся в области. Домик моих родителей, на который я лично взял пару миллионов в кредит. И сейчас я хочу с вами по душам поговорить. Давайте присядем. Друзья, вот смотрите. Хоть и поднимал я уже эти темы, общался с вами, но тем не менее все равно периодически возникает. Вот этот рекламу разместил, продался, съездил на завод, шел, о, уже по-крупному продался. Друзья, это нормальное явление. Мы с вами развиваемся вместе. Смотрите, все деньги, которые мне дают за рекламу, я их вкладываю в оборудование. Мы купили DJI Mavic для съемки, чтобы вам было поинтереснее смотреть какие-то перебивочки делать. 85 тысяч рублей. Я купил DJI Osmo Pocket для того, чтобы ходить по салонам, собирать для вас полезную информацию. 30 тысяч рублей. Компьютер купил за 120 тысяч рублей. Все это на рекламные деньги. Поэтому, когда вы на нашем канале видите рекламу, нужно как минимум просто хотя бы поставить лайк за уважение. Потому что все деньги тратятся не на жопу. Не на то, чтобы там ездить куда-то отдыхать, есть там икру в ресторанах питаться. Бабки вкладываются в технику. И оператор наш это поддерживает. Он говорит, класс, вот Mavic купили, все мы довольны. Вы сами не забывайте о том, что все мы с вами работаем, где-то трудимся. Есть хорошая такая поговорочка. Найди свое любимое дело, и если это дело тебе будет приносить копеечку, то ты никогда не будешь работать. И YouTube мне дает возможность ощутить себя свободным человеком. Ну как приятно, знаешь, приехать где-то, поснимать. Тебе еще какую-то копеечку дадут. Самое главное, никто мне никаких правил не диктует. Все те, кто приходят с какими-то лживыми предложениями из серии, расскажи своим друзьям, своим акционерам о том, что у нас вот можно вложить бабок и получить много бабок. Я им говорю, вот такого вам, видали? Чтобы я пацанов продал. Вот реклама меда в этом выпуске размещена. Ну что такого? Ну съел ты мед, ты что от него отравишься, умрешь что ли? Все сертифицировано. А то некоторые говорят, что это в России у нас меда нет? Да есть мед. Есть египетский, есть российский. Вот сколько меда есть. Какое хочешь, выбирай. То есть реклама и задача просто рассказать о том, что существует какой-то товар. А вы уже сами принимаете решение, надо, не надо. А то порой читаешь и думаешь так, что вроде бы прорекламировал, как будто я тебя прям за руку взял и все тебя введу в магазин. Говорю, доставай карту. Карту доставай, сейчас оплачивать все будешь. Нет. Я понимаю прекрасно, что многие из вас в большинстве своем это приятно скажут. Диман, да что ты оправдываешься? Эти дураки там 5 процентов, они вечно всем недовольны. Тем не менее, это важно. Я с вами всегда стараюсь быть честным. Поэтому не забывайте о том, что блондин вот качеством дорожит. Вот он не хочет вас этот лопушить, обманывать. Ни в коем случае. Я стараюсь, чтобы вам было хорошо и мне было хорошо. Поэтому пойдите на встречу, понимайте о том, что реклама реально бабки приносит в развитие нашего канала. И самое главное, не забывайте о том, что я точно такой же человек, как и вы. Домик в кредит, машина бэушная, на производстве есть кредиты, родители. Я также хочу все это досрочно закрыть, чтобы быть свободным, чтобы хоть вздохнуть, чтобы родители мои вздохнули. Поэтому я стараюсь, я не какой-то там, знаешь, мажор, что-то вообще зажрался, там что-то бабки за что-то берет, делает все на отстанье. Действительно стараюсь, я так же переживаю на самом деле. Но в тот же момент, когда я начинал вести канал, я помните, сначала вообще снимал за камерой. А все почему? Потому что переживал, думал, вот что скажешь. Потому что если начну чмырить с самого начала, то все, снимать не буду. Но вы меня поддержали, и поэтому сейчас сидят эти гневные комментарии из серии, знаешь, когда там поливаю там чем-то дерьмом, уже пофигу. Ну реально, мимо пролетает. У нас уже стало больше 110 тысяч акционеров на канале. Сердечно, вообще просто огромное вам спасибо. Я знаю, что по этому поводу я обязан просто записать интересный ролик, пообщаться с вами также, рассказать, с чего начинали. Ну знаешь, вот сделать какой-нибудь интересный сюжетик. Сейчас впереди праздники. Завтра я отправлюсь в турагентство, скопил небольшую копеечку, и я хочу снять сюжет. Смотрите, убить вообще пятерых зайцев одним выстрелом. Хочу на 50 тысяч рублей купить какой-нибудь тур, куда можно недалеко слетать, чтобы было тепло, ну как минимум тепло. Чтобы было красиво, там, зелень какая-то, погулять. Снять сюжет один из путешествия раз. Взять автомобиль в аренду, который у нас также есть. Прокатиться на нем, сделать на него тест-драйв, обзорчик какой-нибудь интересный. Ну и также записать там как раз-таки ролик на 100 тысяч акционеров. Что-нибудь подумаю. Вот многие говорят, надо что-то разыграть. Если есть какие-то идеи, что можно было бы разыграть, можно сделать. Но с другой стороны, розыгрыш, вот эти, знаешь, я иногда думаю, вот там скажешь, ну давайте какую-нибудь там денежку разыграем. И выиграет тот, кто постоянно ставит дизлайки, кто постоянно на плохо себя, скажем так, ведет, а он выиграет. А те, кто действительно смотрят, поддерживают, не выиграют. У меня есть уже идейка такая одна хорошая, необычная, скажем так. Ну оцените в этом видеоролике. Поэтому завтра скатаюсь, и я думаю, будет интересный сюжет. Опять-таки все те, кто подписан на инстаграм-канал, узнают, срастается, не срастается, и что же будет дальше. Вот этого пса зовут Назарка. Родительская собака, очень любят его. На самом деле прикольный пес. Вот раньше я думал, знаешь, сейчас вырастет, сейчас что-то начнется. А он, видишь, такой очень добрый, позитивный. Просто он немного слюнявый. Зато он порой себя ведет, как котенок. То есть он действительно кусает, знаешь, так слегка прикусывает. Поиграться с ним, вот, опа, можно. Опа, видел, да? Ну-ка, ну-ка, я сейчас тебя... Ух ты, блин. То есть за лапу пытаешься схватить, а он не дает. И самое главное, ни разу еще не разыгрывался до такого состояния, чтобы, знаешь, бешеным стать. И вот частый вопрос, который поступает. Диман, ну пройдет год, продашь ты Camry после проекта с газом. Что купишь? Друзья, вот честное слово, вот не для рекламы, не для чего. Я удивился. Вот газ мне действительно понравился. Денег экономишь. Опять-таки, я по-другому начал смотреть на БУ. Это первая моя машина, которую я купил с пробегом. И знаете, вот сейчас смотришь на цены. Три миллиона машина, которая нравится. Ну, допустим, BMW, там, пятерочку я бы себе взял бы. Три миллиона. Дизельная, полный привод, М-пакет. Jeep Grand Cherokee мне нравится. В нормальной комплектации три с половиной миллиона. В общем, все автомобили, которые плюс-минус интересны, седанчики, все дорого. Даже та же самая Mazda 6 турбовая, 2.3. Что я могу сделать? Я могу продать ее за миллион. То есть, добавить тысяч пятьсот. Ну, может быть, плюс еще миллион. Ну, условно, два миллиона. И за два ляма, если я могу взять какую-нибудь тачечку. Японца, наверное, какого-нибудь, пятилетнего. Годик на нем покататься, поснимать про него сюжеты. Что-нибудь здоровое. Смотрел даже Nissan Patrol QX56 Infinity. Ты сейчас скажешь, ты что, дурак, что ли? Там расход 20 литров. Смотрел с такой целью, что купить ее, поставить на нее газ. Ну, серьезно. Вот ни в коем случае не пытайся что-то втюхить, впаривать. Просто катаешься, передвигаешься. За счет того, что мощные моторы, транспортный налог, расход большой. Машина на вторичке очень дешево стоит относительно. Новая там 5-6 миллионов, пятилетняя, ну, за 2 миллиона прямо в хорошем состоянии можно будет забрать. Либо же на лето, ну, опять-таки, скорее всего, уже к концу осени будет, можно было взять какой-нибудь седанчик, чисто погоняться. И вообще, я подумал, если мы ведем автоканал, то почему я покупаю себе, например, машину на 3 года, на 4 года новую? Когда сейчас лучше покупать, а на полгода год, и постоянно какая-то будет движуха, что-то новенькое, больше опыта будет появляться. Поэтому напишите ваше мнение, что бы вы взяли на вторичке, или пусть даже новое, за 2 миллиона рублей, скажем так, даже до 2 миллионов рублей, на полгода год. Какие планы на следующий год? Ну, понятное дело, строить планы, это всегда хорошо. Самое главное, придерживаться плана. Как говорится, у меня был какой-то план, и я его придерживался. Друзья, здесь, на самом деле, ничего нового. Снимать обзоры как на новую, так и на машину с пробегом. Интервью брать. Вот многие говорят, а что, где интервью с Лисой, а где интервью с Тим? Друзья, ну, все работают, все заняты, то есть, так же нужно приехать в нужное время, когда человек свободен. Будем делать, будем продолжать. У меня есть огромное желание поснимать сюжетики по принципу, как мы снимали про такси. Ну, что-нибудь, знаешь, какие-нибудь типа документалочки по автотематикам, там, по различным родам тематикам, чтобы это было интересно, в первую очередь, вам. Опять-таки, полезно. Не просто так, знаешь, что-то пойти рассказать, а чтобы ты посмотрел, и легко вроде бы, и в тот же самый момент полезно. Что-то новенького узнал. Тем более, камера профессиональная есть, полупрофессиональная есть, дрон есть, компьютер для монтажа есть, все есть. Есть, самое главное время, и чтобы вам это был интерес, чтобы вы смотрели, вы поддерживали. В общем-то, все. 28 декабря, на ближайшие 5 дней я ухожу на отдых. Уверен, вы заканчиваете рабочую неделю, заканчиваете этот год. Надеюсь, то, что у вас были какие-то достижения, то, что есть чем гордиться, есть новые планы на следующий год. Мы с вами, друзья, встретимся уже часа 3-4 января. Я надеюсь, эта встреча будет на новой турбовой Mazda 6. Парни, огромное вам спасибо. То, что смотрите, поддерживаете, пишете, благодарите. Где-то, порой, бывает, накидаете, когда я в чем-то неправ. Все читаю, все смотрю. Вот очень рад, что у нас с вами заводилось отношение, что мы идем дальше, мы потихонечку развиваемся. И то, что нас стало больше 100 тысяч, просто не верится. Но обо всем этом мы поговорим в следующем видеоролике на эту тему. Я вас сердечно поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам, в первую очередь, здоровья. Вот вам, вашим близким, да и вообще всем. Вот самое главное здоровье, согласитесь. Будешь здоров, все остальное будет. Ставить цели и добиваться. Еще раз, огромное вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Высказывайте ваше мнение в комментариях. До новых встреч. Всем пока-пока.